хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне то ваше полное имя анников николай валерьянович 76 года 9 мая республика мариал россия в россияне когда вы контрактник или не контракт контракт когда подписали контракт 10 сентября 22 года когда зашли в украину в украину 13 сентября 22 сколько обещали платить на контракт на контракт губернаторские 300 тысяч и каждый день пребывания 4 4000 около 4000 и сколько должно было быть где-то 220 240 всех денег да ну как 300 тыс сказали по деле на 4 на 4 месяца 300 тысяч на 4 места плюс 4 тысячи каждого дня до я-то понял что вы добровольно подписали контракт до до этого чем занимались до поэтому чем по хозяйству хозяйства а какое хозяйство подсобное хозяйство у вас было да это где-то в селе до берем деревня как название деревне паукина да семья есть кто жена дети дети да сколько детей собственных нет ну а жены сколько жене двое двое но она в институте друг другое в школе учится то есть атака зашли 13 сентября а где зашли равенки равенки до белгород это с белгородской области это улганской области а где стояли сначала стояли в запорожскую нас повезли в запорожскую область поселок смело смело и до куйбышевского района потом оттуда на вертолетах повезли в таганрог как нам объяснили там заправились и в Сватово ну в Сватово привезли и со Сватово отправили Сватово побыли двое суток да двое и отправились в Пески ну в лесополосу лесополосе сразу при выгрузке попали под обстрелом даже машину не успели выгрузить ну-ка машину выгрузили под обстрелом машину развернулись и уехали у нас вооружение обмундирование ну боекомплект полностью там остался с окружении ну из-под обстрела выходили во них автомат ну пулемет ну с пулемет там во взводе два пулемета ну по два пулемета потом переночевали летом база отдыха Нептун и оттуда следующим утром на оппозиции ну сказали что держать оборону и два четвертого утром начался бой и попали под минометный обстрел ну там и минометы и все было и командиров уже не было как ну связи не было никакой связи через танки через бмп только были с командиром роты никакой связи не было и и вся эта рота ну разбрел разбрелась разбежалась на его взяли прям нет не сразу ну блин не сразу взяли там одни одним путем ушли другие другим путем огородами другие по деревне мотались но не знали даже куда вот где собираться куда отступать или куда деваться вот вот бродили по селу там одиночные эти ну выстрелы были и в конце концов я очутился нас было трое двое сидели в погребе я им говорю уже танки ну танки катаются по деревне украинские да украинские давайте говорю пойдемте они ну отказались пойти вот я один оказался оказался и шел ну за другими и следы потеря ну как как же моткнулись на украинский воен нет вот сейчас говорю и очень пить хотел ну прилег и даже ну автомат положил сам ну уткнулся в воду и руки мыть начал я даже не заметил как сзади ну сзади подошли ну уже все автомат это ну до автомата не дотянуться и они это то военные украинские были да я понял мотивом добровольно пойти в Украину были деньги да то есть вы хотели заработать да финансовые проблемы у вас были да денег вообще не было не было и долги ну откуда узнали что в Украине можно заработать а долги за что было там и кредит брал и автомашину забрали ну что не смогли выплатить кредит да нет типа ну доисники забрали поставили на штрафплощадку и меня посадили на на сутки ну не на сутки там а за что штраф был штраф ну за за стоянку автомобиля нет я не понимаю вас посадили на сутки за что не на сутки на один на 15 на 15 суток за что за то что типа я пьяный катался но вы пьяный были за рулем я за рулем меня вообще не было а кто был там ну знакомый а машина ваша да ну купил я не успел даже оформить ее интересная история какая машина лада приора лада приора это самая топовая модель в россии лада приора то есть и сколько кредита еще нужно было выплачивать 50 рублей да тут немного 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 а где найдется деревня так и нет деревне это много да а жена чем занимается разнорабочая теплица теплица там да а сколько можно так разнорабочим заработать поселке у нее у нее зарплаты 18 18 тысяч а кредит на что брали на повседневные то есть на еду ну да то есть не было денег даже на еду а поселок большой на еду то были деньги свое хозяйство а на повседневные нужды это что на ремонт автомобиля там а лада приора старая была не салона да старая сколько стоило я ее поменял на другую машину на него шевроле поменял на ладу приору а на ладу приору да то есть взяли еще чтобы купить его кредит деньги да ну мне вот шевроле надо было ремонтировать нужно были деньги а когда эта спецоперация началась все запчасти американские подорожали почти в два раза но у меня возможности не было и решил поменять эту машину на машину откуда вы знали что можно заработать деньги а потом медкомиссию ну водительские права сразу закончился начал медкомиссию проходить а там на этом было написано объявление я увидел набирается морись ну какой-то батальон а потом я пошел в военкомат и узнал про Украину ну новости смотрели до этого знали что война новости смотрел но там все по-другому показывают что показывают ну типа российские войска ну побеждают ну я понимаю у вас образование какое-то есть среднее средняя школа только ну да школы и до сав и до сав да и все то есть у вас никакой специальности нет почему есть какая охранник тракторист охранник тракторист да я понял с женой говорили что пойдете денег заработать в Украину ну да она сначала не верила что она не верила ну что она поедет так а потом начал на нее уговаривать успокоить все образуется а потом я уже документы начал собирать документы собрал и сюда принял а какая должность была в войсках стрелок обычно стрелок и в руках АК было да только АК стреляли да убивали кого-то нет я военных не видел а против кого стреляли по воробья по воробьям другие стреляли по воробьях да ну не знаю куда я на сколько БК разродили один один БК да а какого числа взяли в плен украинцы 25 25 то есть вы полмесяца где-то были да нет если в Запорожье в Запорожье ничего там просто в школе сидели в партзале были я понимаю а сколько ехать от Мариэл до Украины до Москвы 700 700 километров от Москвы я не знаю а чем самолетом летели до Москвы нет с Яшкаралы в Тотске с Тотского до Равеньков с Равеньков с утра ну с 6-7 утра ехали до почти десяти часов нет нет смотри вы чем ехали транспортом автомобильным или чем автомобильным да а там в Мильном много там смотри нет у нас с Яшкаралы в Самару это на юг вообще в Оренбургской области да а с Оренбурга опять ну на северо-запад получается ну это все машинами да и много а сначала на микроавтобусе ехали а потом на КАМАЗ закурал а я понял я понял потом полностью военные машины были хорошо а вот вот честно заработать деньги потому что 50к нужно было отдавать это для вас нормально не только 50к мелкие долги ну сколько с ума 140 где-то 150 140-150 тысяч да вот на нужный не было денег да вот ехать убивать в другую страну это нормально для вас нет не нормально я не убиваю а что ехать делать ну сначала сказали водитель аккумулятор и что паркисты и что я не ехал убивать это война или спецоперация спецоперация это спецоперация да а в чем разница между войной спецоперация объясните ну про войну никто ну не говорю тогда в России ну хорошо для вас это в России по телевизору спецоперация вы такой вы часто смотрите телек да ну как вечерами каждый вечер смотрите телек ну Ну, вечерами, не так часто, вечерами другие каналы смотрят. На телек? Ну да. Хорошо, а что вы знаете про Украину? Ну как? Про Украину. Про Луганская область, Донецкая область. Что вы вообще знаете про Украину? Про Украину как? Что это за страна? Ну, братская страна. Братская? Да. В чем братская? Как объяснить? Ну, Беларусь, ну как? Вот Беларусь, Украина, Россия. Братская же народ. В чем? Я. Это по телеку вам сказали, что это братские народы? Ну да. Но вы объяснить не можете. Телек сказал, и вы верите, да? Как? Ну хорошо, пусть будут братские, да? Братья едут в другую страну на спецоперацию? Нет, сказали здесь эти бандаровцы. Бандаровцы? А кто такие бандаровцы? Понятно. Нацисты. Нацисты, да? Бандаровцы это нацисты? Ну как по телевизору так. Хорошо. И что бандаровцы здесь делали? Я не видел, по крайней мере. Не, я спрашиваю. Ну по телевизору сказали, что здесь бандаровцы нацисты. И что дальше? Ну хорошо, пусть будут бандариваться нацисты. И что? Ну, сказали, что они... Как? Не издеваются как-то. Ну, над мирным населением. И что? Вот типа освобождать. От кого? От нацистов, да? Да. Я понял. А где еще нацисты в мире есть? Нацисты везде есть, везде понемногу. Понемногу есть, да? Да. В России есть? Есть как-то. Есть нацисты, да? А почему, если во всем мире есть, приехали в Украину освобождать? Контральников набирали. А если в Сомали не хотите поехать где-то? В Сомали я не знаю. Не знаете, где это, да? Ну, знаете. А где? В Африке. В Африке, да. А вот там, если будут набирать контракт, тоже может поедеть? Не знаю. А сюда почему поехали? Что у вас, ну, как-то не складывается. Будем мы что, вызволять весь мир от нацизма или как? Да нет, это как-то. Ну, родственные народы. Я украинец. Вы из какой-то республики... Мариэл. Мариэл. Это где-то там, хрен знает где. Для меня. Павух. Павух. Черт с ним, с Павулычем. До Москвы 700 километров. В чем вы мне, брат? Объясните мне. Я чуть-чуть не понимаю. Ну, вот в 90-х, ну, после 90-х, ну, в конце 90-х годов мы, я на север работал. Там очень много, ну, украинцев было. И что? Ну, как. Там друг друга носились. Как. Вы знаете, что такое Брайтон-Бич? Не знаете, да? Нет. Не знаю. Хорошо. Россиян много в других странах? Наверное, есть. Наверное. Только эти страны не значат, что братские народы, правда? Америка это братский народ? Нет. А почему нет? Потому что тоже россиян здесь. Нет. Россиян. Россиян-то весь день. Везде. Ну, и что? Украинцы приезжали в Россию. И что? Нет. Вместе работали. И что? Ну, вместе работали. Что дальше? Вместе праздники отмечали. Ну, церковь. Вместе праздники отмечали. И что? Это значит, что мы братские народы? Вот в чем вы брат, смотри, Эл, с какого-то поселка? Какой вы брат? Хорошо. Пусть будут братские народы. То это нужно ехать с автоматом Калашникова к братскому народу или как? Кажется, к братскому народу едут с хлебом с солью, правда? А вы приехали с автоматом Калашникова. Что-то как-то не сходится. Я не к вам здесь, ну, не к простому народу ехал, а... А кому? К бандаровцам? К бандаровцам, да? Да. И где вы нашли бандаровцев? Я вот не видел. Не видел, да? Уехали к бандаровцам. А вы себя считаете воином, да, чтобы воевать? Нет, не воином. Так а зачем ехали к бандаровцам? Мне вам просто интересно было увидеть бандаровцев. Я так понял, что, короче, что безнадега полная в России, да? А если 50 тысяч люди не могут себе заработать и едут на войну в Украину? В данном случае для меня это большие деньги. Большие деньги, да? Да. Безнадега полная. А вы никогда не хотели спросить у своего правительства, почему вы не можете заработать деньги? Что должны ехать на войну? Да нет. Не хотели, да? А кому? У кого спрашивают? Ну, то какой-то там глава Совета есть? Глава Совета есть? Вот даже у него. Путина поддерживаете? Нет. А почему нет? Потому что его политикам не нравится. А что он не нравится? Ну, раньше как-то попроще было и деньги заработать. Хотите ему что-то сказать? Нет, не хочу. А глава Совета хотите что-то сказать? А я даже глава Совета сейчас не знаю. Не знаете кто, да? Вы на выборы не ходите? Нет. На выборы хожу. Просто один ушел, другого еще не знаю. А за кого голосовали на последний выбор? Я на последних выборах в Москве был. На заработок? Да. А что делали в Москве? Занимался электрикой. А на предпоследних выборах за кого голосовали? Какую партию поддерживаете? За коммунистов. За коммунистов, да? Вам нравится коммунист? Почему не нравится просто? А зачем тогда голосовать, если не нравится? Ну, ихняя политика ближе. А какая там политика ближе вам? Ну, как при Советском Союзе. Вам нравится Советский Союз? Тогдашнее время, да. Вы 76-го года, правильно? Я 81-го. У нас разница 5 лет. Да. Я не помню Советского Союза хорошо. Вы его помните? Вот что вам нравилось? Я просто не могу понять, что человек... Советский Союз распался через 14... Вам было 14 лет. Что вам могло у него нравиться? Ну, как в детстве нормальное было. Что? Мороженое по 30 копеек? Или по сколько там было? Я не знаю. Так, ну, хорошо. Ну, что нравилось в детстве? Вот, пусть будет в детстве. В детстве как таковы проблем не было. Потом уже проблемы начали. А в детстве вообще проблем нету, чтобы вы понимаете? Для этого оно и детство. Ну, в школе, ну, когда я, да, 93-го года, вот, все нормально было. Я понял. Потом вот это безденежье пошло, и никуда не пойти учиться. Ну, вот, потом война в Чечне началась. Вот, вы о себе что думаете? Кто виноват? Вы просрали свою жизнь? Да. Просрали свою жизнь, да? А кто виноват в этом? И правительстве. Вот. Я не мог даже, вот, хорошо, в школе хорошо, ну, у меня она отлично учился, она хорошо, и я не мог позволить себе пойти учиться дальше. То есть власть виновата, да? Ну, а кто лучше? Вы нет? Ну. Тогда вот могли учиться идти. Дети богаты, а у меня, о чем, мать в больнице работала, а те с трактористом какие. И нас пятеро детей. Из них я самый старший. Так, может, власти нужно идти спрашивать, а не в Украину заходить? Почему жизнь просрана? Если это такое мышление? Наверное, да. Наверное. Украинцам что-то хотите сказать? А я и украинцы-то не мечтаю. Ну, вы хотели видеть бандаровцы? Ну, просто, ну, вы не сожалеете то, что сделали. Я сожалею очень. Только через то, что в плен попали, а так бы денежку провезли, если все хорошо, да? Так, так получается. Хотите быть обменен? А зачем вы россиянам? Нет. Кто не хочет быть обменен? Нет, а зачем вы россиянам? Вот у меня вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!